Спонсор выпуска – медицинский центр «Альфа-Меддети». Спектр услуг очень велик как для детей, так и взрослых. Все врачи высшей категории. В работе используются инновационные методики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот некоторые темы выпуска. Резкий скачок за сутки. В регионе вновь зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом. На каком месте антирейтинга город Сочи? Умеет читать любые следы. Телеканал «Сочи-24» побывал в гостях у экспертно-криминалистической службы города. Расскажем, что носят эксперты в черных чемоданчиках. Вспыхнул, пока стоял в пробке. Что стало причиной возгорания пассажирского автобуса на красном штурме? Подробности в сводке ЧП. На Мамайском перевале новая схема движения. Решение об изменении приняла городская межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. И минувшей ночью специалисты дорожной службы нанесли новую разметку. Временная схема будет действовать до окончания курортного сезона и может быть принята в качестве постоянной, если в случае принятые меры окажутся эффективными. Как отметили в прислужбе управления дорог Черноморье, суть решения в увеличении количества полос движения до двух на правой стороне дороги в сторону джубки. Кроме того, удлинена переходно-скоростная полоса. Все это должно увеличить пропускную способность участка и разгрузить пробку на перекрестке. Очередной рост числа положительных тестов на COVID-19 зафиксировал региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Если в четверг на Кубани выявили 1288 случаев инфицирования, то сегодня эта цифра увеличилась до почти 2000 заболевших. Сочи на втором месте списка антилидеров. И вот как расположились остальные муниципалитеты в топ антирейтинга. В Краснодаре выявили 768 инфицированных, в Сочи – 195, в Новороссийске – 145, в Анапе – 63 заболевших, в Ейском районе – 61 пациент, в других муниципалитетах – наименьшие показатели. Всего с начала пандемии подтвердили почти 286 тысяч случаев коронавируса. С выздоровлением выписали 265 тысяч 406 человек. Пять жителей края находятся в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ. И, к сожалению, почти 11 тысяч пациентов спасти не удалось. Пока о введении масочного режима в регионе речи нет. Но в Роспотребнадзоре рекомендуют носить медицинские маски и вакцинироваться пожилым людям, которые находятся в группе риска. Эпидемиологи отмечают, что новые штаммы коронавируса опасны для людей любого возраста. Поэтому соблюдение введенных еще два года назад личных мер предосторожности не станет лишним и сейчас. Специалисты призывают носить маски, а также обрабатывать руки после посещения магазинов и общественного транспорта. Службы экстренного реагирования Сочи работают в усиленном режиме. Установившаяся жаркая погода стала причиной введения режима повышенной пожароопасности на территории курорта. Глава Сочи Алексей Копайгородский провел заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На территории курорта более 300 тысяч гектаров лесов. За ними сейчас следят с помощью беспилотных летательных аппаратов под пристальным вниманием населенные пункты, граничащие с лесными массивами. С мая в Сочи действует особый противопожарный режим. В последнюю неделю становилась жаркая погода. У нас в полной готовности находятся более тысячи человек и около 400 единиц техники. Это большая ответственность для всех экстренных и тревожных служб. Сейчас важно скоординировать наши силы и средства. Также в Кавказском заповеднике организовано круглосуточное патрулирование территории. Обеспечена связь с кордонами, на которых дежурят смотрители. В Сочинском национальном парке более 170 человек вошли в лесопожарные формирования. Организовано регулярное патрулирование этой особо охраняемой природной территории. 28 августа экспертно-криминалистическая служба Сочи отметит 74 года со дня основания. Ее специалисты играют главную роль в раскрытии уголовных дел и сборе доказательств. Накануне праздника наш корреспондент Дарья Дмитриева побывала в экспертно-криминалистическом отделе УВД и узнала некоторые профессиональные тайны сотрудников, которые там работают. 23 направления. Именно столько включает в себя работа экспертно-криминалистической службы Сочи. Это те люди, которые всегда видят больше, чем любой из нас. Это те, кто знает особый язык предметов, явлений и отпечатков. Они знают, какую экспертизу надо сделать, чтобы раскрыть преступление. Дактилоскопическую, тросологическую, баллистическую или экспертизу холодного оружия. Они могут найти следы даже в самом маленьком фрагменте пищи, алкоголя или любой другой частички. В подразделении нашем работает 38 человек. Работает от, скажем, Красной Поляны до Поста Магри, обеспечивая выезды на осмотре места происшествия, изъятие следов рук и работа с этими следами. И оказание помощи следствию сотрудникам уголовного розыгрыша в борьбе с экономическими преступлениями в сфере раскрытия и расследования преступлений по их профилю. Этот отдел объединяет биологов, физиков, химиков, математиков и информатиков. Сотрудники обеспечены необходимым оборудованием для расследования преступлений. Например, специалисты отделения дактилоскопических экспертиз устанавливают личность преступника по найденным следам. Работу эксперта можно разделить на два этапа. Это работа на осмотрах мест происшествия, где основной задачей эксперта является обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления. И второй этап – это работа непосредственно уже на месте, в отделе, когда эксперт работает с теми следами, которые изымаются на месте происшествия. Эксперт приезжает на место происшествия со специальным чемоданом. В нём всё необходимое для обнаружения и изъятия улик и следов. Например, дактилоскопическим порошком обрабатывают найденный объект. Это позволяет выявить на предмете оставленные потожировые следы рук. Далее следокопировальной плёнкой или скотчем отпечатки переносят на бумагу. После при помощи сканера след загоняют в компьютерную базу и кодируют. Для работы со следами рук существует такая программа «Папилон», которая помогает эксперту в оперативном режиме вычислить хулигана, жулика, преступника по следам рук, которую он оставил на месте происшествия. Экспертно-криминалистический отдел УВД Сочи ежедневно оказывает огромную помощь следствию. Так, в этом году благодаря работе этой службы было уже идентифицировано более 300 причастных к преступлению лиц. И это только начало. Дарья Дмитриева, Евгений Химченко. Время новостей. И минувшие сутки не обошлись без происшествий. О некоторых из них мы расскажем в традиционной сводке ЧП. На улице Урожайное в посёлке Весёлое полицейские задержали мужчину, который в неадекватном состоянии разгромил магазин. По прибытию правоохранители оценили обстановку и подготовили план по захвату злоумышленника, который грозился покалечить себя осколками стекла. После недолгих переговоров было принято решение штурмовать здание. Судя по кадрам очевидцев, злоумышленник что-то распылил в помещении, отчего после открытия дверей всем окружающим стало резко плохо. Подробности происшествия уточняются. В Хостинском районе на трассе возле остановки «Красный штурм» в пробке загорелся пассажирский автобус. Как сообщили очевидцы, пассажиры были оперативно эвакуированы из транспорта. Возгорание удалось погасить с помощью огнетушителя. Ещё один пожар возник в Хостинском районе в селе Раздольное. Очевидцы сняли на видео огромный столб чёрного дыма. Точной информации о причине пожара и о пострадавших пока нет. Это не всё, что мы хотели вам рассказать. Смотрите во второй части программы. Безопасность на первом месте. В Сочи готовится повысить антитеррористический контроль. С чем это связано и как изменится жизнь в городе. Дню российского кино посвящается. 27 августа в кинотеатрах Сочи бесплатные киносеансы. В каких и что можно будет посмотреть? Когда ветер попутный. В Сочи завершилась городская регата. Что стало самым сложным для её участников и кто оказался в лидерах? Далее вас ждёт немного рекламы. Не переключайтесь. Широкий ассортимент тюлевых и партнерных тканей. Турция, Франция, Италия. Пошив штор, выезд и услуги дизайнера. Монтаж карнизов, ковры Египет, люстры Чехия. Скидки до 50%. Торговый дом Ярославна. Второй этаж, улица Рос-95. Центральный рынок. Аквамен 2. Два магазина бытовой сантехники Аквамен. Сеть магазинов Аквамен предлагает широкий ассортимент бытовой сантехники, ванны, унитазы, душевые кабины, полотенцесушители, смесители, мебель и аксессуары для ванных комнат. Аквамен. Прикоснись к легенде. Будь первым. Новый салон Акуленок. Это широкий ассортимент светильников, диваны европейских брендов, дизайнерские предметы интерьера от лучших производителей. ТЦ Панорама. Улица Пластунская, 29. Сайт Акуленок.ру. Нейрореабилитационный центр «Альфа-Мед. Дети». Приглашаем на работу детского невролога с опытом работы. Соцпакет «Достойная зарплата». Сочи. Нагорная, 25. Телефон 444-01-22. Остановка «Театральная». Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника «Уропро». Рекламное агентство «МаксМедиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «МаксМедиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «МаксФМ». Готовность школ к учебному году проверяют в Сочи. Приоритетный вопрос – обеспечение безопасности школьников. Эта тема стала основной на заседании антитеррористической комиссии, который провел глава города Алексей Капайгородский. Безопасность в образовательных учреждениях города обеспечивают специализированные предприятия, действия которых координирует Росгвардия. Создать специальные группы, которые будут проверять ЧОПы, предложил мэр. Группа проверки для того, чтобы стандарта в течение недели выезжать и в четыре района города проверять полностью работу. У вас будет информация, почему мы вас просим. Вы выдаёте лицензию частным охранным предприятиям. Будет объективная информация. Силами АТК проверена школа, факт выявлен. Либо находится хорошо, спасибо сказать, либо там есть какие-то нарушения. На следующем АТК мы как раз заслушаем руководителей, кто выезжал, проверял, чтобы у нас была объективная картина с названием всех фирм, которые сегодня охраняют наши школы. О том, что уже сделано правоохранителями для повышения защищённости школ и детских садов, рассказал заместитель начальника УВД по городу Сочи, начальник полиции Александр Попанов. Проверены все граждане, состоящие на профилактических учётах в городе. В первую очередь, ранее привлекающихся к уголовной ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних. Все, состоящие под административным надзором, а также в течение всего лета, мы проводили работу по проверке владельцев оружия. В итоге мы только владельцев оружия проверили в текущем году свыше 14 тысяч. Непосредственно работа по обеспечению правопорядка в День знаний будет строиться следующим образом. Сотрудники Управления внутренних дел совместно с Росгвардией заступят для охраны общественного порядка на территории, вблизи прилегающей к образовательным учреждениям с 31 августа. На время торжественных мероприятий в начале сентября антитеррористический контроль будет повышен. В посёлке Солоники Лазаревского района Сочи завершено благоустройство на нескольких объектах. Все они были внесены в паспорт местного ТОСа как наказы жителей. По многочисленным просьбам местных жителей в Солониках был построен тротуар вдоль дороги. Поэтому тротуару дети идут в школу и обратно. Ещё совсем недавно им приходилось идти по проезжей части с оживлённым движением. Но самыми масштабными стали берегоукрепительные работы на реке Цуцхвадж. Теперь дорога, которая идёт вдоль неё, надёжно защищена от разлива, а значит от разрушения. После схода с главой города Сочи Алексеем Сергеевичем Капайгородским, проведённым в микрорайоне Солоники, им дан ряд поручений. Берегоукрепление реки Цуцхвадж, установка опорной стены, благоустройство детской площадки по улице Тихорецкой, ремонт дороги по улице Солоники и по улице Тихорецкой. Строительство тротуара от школы до улицы Тихорецкой. Указанные мероприятия также отражены в паспорте ТОС. Паспорт ТОС – это план действий для городских властей. Туда вносят все предложения и пожелания жителей. То, что для нашего села нужно было, мы всё внесли туда. Вот эту вот дорогу, берегоукрепление, детские площадки, асфальтирование дорог, освещение. Всё, всё мы туда внесли. Это очень хорошо. По паспорту ТОС очень много дел делается. Жители попросили провести ремонт местной библиотеки и школы. Эти объекты также внесены в паспорт ТОС. Сочи присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдёт в стране уже в седьмой раз и состоится 27 августа в День российского кино. В основу программы входят бесплатные показы самых успешных отечественных кинопремьер 2021-2022 годов. В их числе спортивная драма «Чемпион мира» Алексея Сидорова, комедия «Пара из будущего» Алексея Нужного и сказочная семейная комедия «Последний богатырь. Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко. Зрители смогут увидеть картины на экранах Центра культуры и кино «Сочи», кинотеатра «Восход», городского Дома культуры «Юбилейный», кинотеатра «Комсомолец», Дома творчества и досуга «Луч», арт-медиа Центра Родина. Помимо бесплатных показов кинопремьер в рамках акции «Ночь кино» в учреждениях культуры курорта, дополнительно пройдут тематические мастер-классы, детские интерактивные и игровые программы, викторины, выставки, ярмарки народного творчества, концерты творческих коллективов города. В библиотеках города будут организованы выставки, детские кинопоказы с обсуждением картин. Рассказала начальник управления культуры администрации Сочи Марьяна Устинова. Кроме того, 27 августа в рамках празднования Дня российского кино на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений культуры будут организованы тематические онлайн-мероприятия. В Сочи завершилась детская парусная регата в классе «Оптимист». Турнир проходит на курорте уже четвертый год подряд и уже стал традицией. В этот раз состязание объединили 80 участников в возрасте от 8 до 16 лет. Наш корреспондент Асальту Легенова наблюдала за ходом соревнований, пообщалась с победителями и готова рассказать подробности. Для проведения городской парусной регаты погода благоволила. В акваторию Черного моря юные яхтсмены вышли, что называется, с попутным ветром. С состязаться в умении управлять судном вышли ребята из Центрального и Лазаревского районов Сочи. Эти соревнования проводятся при поддержке администрации города Сочи, потому что этот вид спорта парусный, он в особом досмотре проявляется как и Департамента спорта, так и самого личного Копай-Городского Алексея Сергеевича. Департамент Асальту Легенова Максимум навыков, чтобы с ним справиться. Этот сильный ветер помог мне подготовиться к Камышину, который находится рядом с Саратовом, в который я отправляюсь уже послезавтра и планирую показать там очень хороший результат. Погодные условия были достаточно разнообразные и соперники тоже не давали скучать. В соревнованиях участвовали и самые маленькие спортсмены. Восьмилетний Саша Гусельников в парусном спорте уже год. Сегодня был хороший ветер, я в первой гонке сегодня занял пятое место. Спортсмены сейчас готовятся к серьезным всероссийским соревнованиям. Они уверены, победа и погода будут на их стороне. Асальту Легенова, Дмитрий Петрий, Время новостей. Воспользоваться условиями акции могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Дополнительные опции помогают существенно увеличить объем операций, включенных в пакет услуг для бизнеса. Это переводы до 100 тысяч рублей в месяц на счета физлиц ВТБ и другие банки в рамках опции персональной переводы. До 50 дополнительных платежей на счета юрлиц в другие банки в рамках опции платежи плюс. А также внесение до 500 тысяч рублей наличной выручки на счет в отделениях и через банкоматы по бизнес-картам благодаря опции «Касса плюс». Опции за 1 рубль доступны для подключения ко всем пяти пакетам услуг для бизнеса ВТБ. В рамках акции клиенты также могут получить скидку 15% на пакеты услуг для бизнеса при ежемесячной оплате. Подробная информация о мерах поддержки бизнеса от ВТБ на сайте и в офисах банка. И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале sochi24.tv и на странице ВКонтакте. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационное обещание нашего телеканала продолжает выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Спонсор выпуска – медицинский центр «Альфа-Меддети». Спектр услуг очень велик как для детей, так и взрослых. Все врачи высшей категории. В работе используются инновационные методики. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваний обезьяний оспой во всем мире сократилось на 21%. Это произошло на прошлой неделе после месяца активного распространения вируса. В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. На сегодняшний день в 96 странах зарегистрировано более 41 тысячи случаев фоспообезьян и 12 случаев смерти. Причём большинство приходится на Соединённые Штаты. Согласно последнему эпидемиологическому отчёту ВОЗ, снижение количества случаев возможно говорит о том, что вспышка в европейском регионе идёт на спад. «Есть признаки того, что в Европе вспышка замедляется. Там сочетание эффективных мер общественного здравоохранения и вакцинации помогает предотвратить передачу». При этом он отметил, что в Америке ситуация противоположная. «На ранних стадиях вспышки большинство зарегистрированных случаев было в Европе, а меньшая часть – в Северной и Южной Америке. Теперь всё изменилось. Менее 40% зарегистрированных случаев в Европе и 60% в Америке». Отметим, что раньше оспообезьян распространялось в основном в Африке и в ограниченных сообществах. Однако в ходе нынешней вспышки эпидемия приобрела глобальный характер и охватила многие западные страны. Причём в большинстве случаев вирус передаётся среди мужчин, имевших сексуальные контакты с другими мужчинами. 99 спасённых в море мигрантов не могут сойти на берег с 16 августа. Ни одна страна ЕС пока не захотела их принять. Мигранты находятся на борту судна испанской некоммерческой организации Open Arms. Искатели лучшей жизни подобрали в 50 километрах от берега Сицилии. В деревянной лодке был 101 человек. Одному мужчине срочно требовалась медицинская помощь. Ему и его спутнику разрешили высадиться в Италии. Остальные ждут дальнейшей судьбы на дрейфующем судне. «Напряжённость быстро растёт из-за неопределённости, поскольку непонятно, почему нас не пускают в порт для высадки этих людей. Нам нужно как можно скорее зайти в безопасный порт, чтобы людям на борту не пришлось страдать, и чтобы их психологическое состояние не ухудшилось». Судно Open Arms запросило разрешение причалить в порту Мальты, но получило отказ. Потом отправило запрос в Италию. Итальянские власти ответили, что судно под испанским флагом должно решать такие вопросы с правительством Испании. По словам представителей благотворительной организации, они попросили испанские власти урегулировать ситуацию. Однако Министерство транспорта страны заявило, что не получало от Open Arms запросов на швартовку в испанском порту. Между тем, итальянский высокопоставленный чиновник, не назвавший своё имя, сообщил, что за последние недели в Италию прибыло много мигрантов. Власти торопятся быстрее обработать их заявки. Свежих данных о ситуации в Испании пока нет. Но известно, что на Канарские острова у берегов Африки стало пребывать на 26% мигрантов больше, чем в прошлом году. Организация Open Arms занимается поиском и спасением мигрантов в море с 2015 года. Она существует на небольшие частные пожертвования. В Китае фермерам теперь приходится выступать в роли пожарных. Редкая по интенсивности засуха погубила урожай, и он теперь легко воспламеняется. Пламя тушат мокрыми швабрами. Это провинция Дзянси, деревня близ города Нанчан, провинциальной столицы. «Никогда ещё не видел такой засухи. Рапс остался без семян. Торчат одни палки». Фермеру Ху Бао Линю 70 лет. Выращивает рапс, кунжут и помэла. Говорит, что из-за длительной интенсивной засухи семян в растениях почти нет, а плоды на деревьях размером в три раза меньше обычного. «Такое маленькое растение, правда? Семян нет. Кунжут обычно вырастает досюда, когда есть вода. А сейчас он вот такой, всё мёртвое». Деревенский пруд пару недель назад пересох окончательно. В колодцах воды тоже очень мало. «Не думайте, что я привёл вас специально именно сюда. Можно пойти куда угодно в деревне. Везде то же самое». Жара почти без дождей держится в Китае больше двух месяцев. Из-за этого сильно обмелела река Янзы. От неё зависит жизнь более 450 миллионов человек, и она питает треть китайского урожая. Семнадцатилетний Мак Резерфорд сажает сверхлёгкий самолёт на аэродроме в Болгарии. Теперь он обладатель двух рекордов книги Гиннеса. Позади 54 тысячи километров пути и пять месяцев трудностей. «Ощущения невероятные. Наконец-то спустя пять месяцев я завершил путешествие. Я очень счастлив». Мак стал самым молодым пилотом-мужчиной, облетевшим земной шар в одиночку. До этого титул принадлежал британцу Трэвису Ладлоу. Он установил рекорд в 18 лет. Также юный путешественник стал самым молодым человеком, который совершил кругосветку на сверхлёгком самолёте. Этот титул он забрал у своей сестры, Зары Резерфорд. «Я им очень горжусь, очень рада, что он испытал то же, что и я. Думаю, это круто». Во время кругосветного путешествия пилоту пришлось бороться со стихией в небе и бюрократией на Земле. Из-за задержек с разрешениями Мак дважды менял маршрут. Он пролетел над Европой, Африкой, Ближним Востоком, Южной Азией и Северной Америкой и побывал в трёх десятках стран. Самым трудным был десятичасовой перелёт в плохую погоду через Тихий океан из Японии на необитаемый остров Атто на Аляске. В Судане из-за жары вышла из строя система солнечных панелей. Солнце расплавило клей, на котором они держались. В Индии пилота ждали дожди. Они были такими сильными, что вода попала в топливные баки и салон. Пилот говорит, что трудности во время путешествия научили его спокойнее решать проблемы. Сейчас он новых рекордов не планирует. «Мой следующий шаг – вернуться в школу и просто наверстать упущенное». У Мака бельгийско-британское гражданство. Он учился управлять самолётом у своего отца-пилота. Лицензию получил в 2020 году в возрасте 15 лет и в то время стал самым молодым пилотом в мире. Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава и покрывается листьями кустарники. В этом году здесь ждут обильного цветения, поскольку зимой шли очень сильные дожди. «Это только начало. Мы ожидаем более интенсивного цветения во второй половине сентября. Сейчас на территории парка можно увидеть кустарники и гвоздики». Во время цветения в пустыню устремляются туристы. В Атакаме насчитывается 200 видов растений, некоторые из них – эндемики. «В последние несколько дней шёл дождь, и мы захотели узнать, появились ли цветы». Сотрудники национального парка Льянас де Чалье рады гостям. В то же время они предупреждают, что с хрупкой экосистемой пустыни нужно обращаться бережно. Атакама расположена в южном полушарии, поэтому весна здесь длится с сентября по ноябрь. После дождей растения запасают влагу на долгие годы. А во время цветения бурно размножаются птицы, ящерицы и насекомые. Этот феномен называется цветущей пустыней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова